Знакомьтесь, это Арнольд. И он, похоже, проголодался. Арнольд, смотри! Это же ты из будущего! Остановись! Ему не нужна твоя одежда, ему нужна помощь! Поэтому ты отправляешься в 2050 год. Да уж, не так все представляют светлое будущее. Ведь к 2050 году Земля будет страдать от глобального потепления. Население планеты вырастет до 10 миллиардов человек. Это вызовет перенаселение и нехватку пресной воды. А сверхдержавы развяжут войну за последнюю банку Пепси. Представляешь, планеты на грани уничтожения, а они воюют из-за Пепси. Что ж, вернемся к нашей миссии. В 2050 году у каждого человека есть кибернетические импланты. А поскольку вражеские дроны могут засечь импланты на расстоянии 10 километров, ты, Арнольд, являешься самым неуязвимым человеком в 2050 году. Именно ты поможешь изменить ход войны. Итак, Арнольд, противник замечен на севере, но путь к нему преграждают электромагнитные пушки. Вместо снарядов они стреляют электрическими импульсами, а скорость импульса превышает 7 тысяч километров в час. Нужно срочно найти укрытие. Бегом в метро. От пушек вы укрылись, но есть и другие проблемы. Сканеры обнаружили дронов. Арнольд, не переживай, ты же помнишь, что эти дроны даже не заметят тебя. Нужно просто проскочить мимо них и выключить питание. Молодец, Арнольд. К такому будущее не было готово. Вперед! Вы почти у цели. Пора выбираться на поверхность. Арнольд, вокруг полно противников. Залезай в экзокостюм. С его помощью ты можешь стать суперсолдатом и преодолевать большие расстояния, не уставая. А все физические нагрузки становятся в 20 раз меньше, чем есть на самом деле. Теперь ты непобедим. Нужно только разобраться с управлением. Арнольд, нет! Арнольд, ты только что убил себя из будущего. Ладно, не время горевать. Враги приближаются. У тебя есть огнемет. Используй его. О, да! Никто даже подумать не мог, что такое произойдет однажды в Голливуде. Арнольд, ракета! Арнольд! 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 Ты серьезно пострадал. Поэтому врачам пришлось тебя немного апгрейднуть. Почти как новенький. Но есть проблема. Теперь нам нужен солдат без имплантов. И тебе нужно отправиться в прошлое и найти его. А вот и доброволец. Тащи его в портал. Где-то я уже это видел. Окей, Арнольд, я построил машину, которая делает вещи невидимыми на 24 часа. Есть три возможных подхода к невидимости. Первый — это идеальная прозрачность, которой нам не достичь. Второй — камуфляж, когда лучи, рассеянные на объективе, совпадают с теми лучами, которые мы ожидали бы увидеть в отсутствии предмета. Именно таким сделает объект эта машина. Третий — когда некое устройство из метаматериала, типа шапки-невидимки, которая преобразовывает ход лучей света так, чтобы оно казалось неизменным. Так, включаю первый тумблер. Ты знал, что впервые трехмерной невидимости добились группы из Калифорнийского университета «Беркли» в 2008 году, создав сетку из серебряных микроволокон, не отражающую и не поглощающую световые лучи. В результате глазом воспринимался лишь свет от объектов, находящихся позади закамуфлированного предмета. Второй тумблер — не двигайся! Стой! Что ты? Ах ты, идиот! Я бы тебя избил, но, черт возьми, не знаю, где ты. Надень эту шапочку, чтобы я тебя видел. Итак, у тебя есть 24 часа. Что собираешься делать? Кто бы сомневался? А если бы моя машина работала по принципу невидимости, ты бы стал слепым. Ведь у невидимки показатель преломления тела становится равным аналогичному показателю у воздуха, и хрусталик теряет возможность преломлять лучи света и фокусировать их на сетчатке глаза. Сама сетчатка также не сможет поглощать видимый свет палочками и колбочками. По причине своей невидимости. Но у тебя, как я вижу, со зрением все в порядке. Слюнчай. Окей, теперь, когда спортзал закрывается, мы можем заняться чем-то еще. У тебя осталось 18 часов. Я имел в виду что-то более значительное — остолоп. Ведь ты мог бы раскрыть страшные тайны и совершить невероятные подвиги. Может, проберешься в зону 51? Ах да, они же в другом штате. У тебя есть идеи? Ты что, вздумал украсть его? О нет, это плохая идея. В любом случае тебе понадобится план. Конечно, благодаря невидимости ты можешь остаться после закрытия. Но затем будет обход охранника. А вокруг бриллианта — лазеры. Ты что, сможешь сделать тройное сальто? Схватить бриллиант и выехать из музея на машине, которая привезет новые древности для экспозиции ровно в 2.00? Все-таки это очень плохая идея. До закрытия музея час. Спрячься в том углу и жди. И шапочку сними. Идиот. Уже скоро, Арнольд. Главное, не попадись. Арнольд, пора начинать. О нет, тебе же всего лишь надо было сделать тройное сальто. А ты опять облажался. Ну что же, теперь беги. Как никогда не бежал. Выход уже совсем близко. Давай, Арнольд. Черт, кажется, все это время ты охотился за стеклянной копией. Как глупо получилось. Хотя это логично, что оригинал они хранят в сейфе. Не видать тебе любви прекрасной Тогайи. К сожалению, уже через час ты станешь снова видимым. Так что сбежать у тебя вряд ли получится. Ну что же, удачи тебе. Неудачник. Привет, Арнольд. Решил потусить в парке. Похоже, буррито оказалось тебе не по зубам. Быстрее найди, чем его запить. Арнольд, стой. Бог знает, что может быть в этой магической лавке. Что ж, раз уж ты решил проблемы с мексиканской едой, идем развлекаться дальше. Какая огромная очередь. Похоже, придется запастись терпением. Или... Арнольд, это не очень хороший поступок. Похоже, этой милой бабушке нужна твоя помощь. Арнольд, берегись. Арнольд, я решил зайти в морг попрощаться. О боже, ты очнулся. Нет, ты воскрес. Похоже, что эликсир, который ты выпил, подействовал, и ты стал бессмертным. Мои поздравления, Арнольд. Теперь ты станешь самым долгоживущим организмом на Земле. Твое тело имеет полную регенерацию. А термин «клеточное старение» для тебя звучит как шутка. Ну что, как используешь бессмертие? Я понял, будешь переходить дорогу на красный. Щупать незнакомых девушек за грудь. А также победишь в конкурсе двойников Кенни Маккормика. Какие глупости. У тебя бесконечное количество лет, а ты тратишь его на это. Арнольд, ведь ты можешь изучить все науки. Обучиться любым боевым искусствам. И даже отправиться изучать и колонизировать новые галактики. Арнольд, может, хватит тратить время впустую. Ладно, возможно, лет через 200 ты посмотришь все сериалы Нетфликса. Я вижу, тебе немного надоело. К тому же твой дом начал ветшать, а ты остаешься молодым. Один из минусов бессмертия. Тебе придется пережить всех своих близких. К тому же мир вокруг стремительно меняется. А вот ты отстанешь в развитии и будешь чувствовать себя лишним в обществе. Все, что было тебе дорого, постепенно будет исчезать. Со временем тебя вообще перестанет что-либо радовать и удивлять. Ведь ты все уже видел. У тебя наступит глубокая депрессия. Извини, друг, но это бесполезно. Прекрати, Арнольд. Ты же знаешь, что ты бессмертный. Пошли посмотрим сериал. Арнольд! Арнольд! Ладно, оставлю тебя наедине с собой. О, Арнольд, ты вовремя вернулся. Солнце умирает и превращается в сверхновую. А тебе досталось лучшее место, чтобы увидеть гибель нашей галактики. Скажи планете Земля пока. Знакомьтесь, это Арнольд. И сегодня он поспорил с Илоном Маском, что обгонит его Теслу на своей карбюраторной машине. Не волнуйся, Илон вряд ли доедет до финиша. Ведь никто не учел, что в момент гонки СНОД и ГОП захотят устроить себе барбекю. Кажется, температуры Солнца маловато для прожарки андромедийского губошлепа. О, вот так уже получше. Упс. Какие вспышки на Солнце не к добру. Ведь обычно они выводят из строя все электростанции и электроприборы на Земле. Это точно негативно отразится на всех жизненно важных процессах. А вот и наша ультраскоростная черепаха. Как и все электрическое, машина Илона вышла из строя. Главное, не радуйся раньше времени. Что-что, а подмигивать, конечно, Арнольд умеет великолепно. Жаль с интеллектом проблемы. Аккумулятор-то нужно было зарядить. Теперь ребятам нужно как-то выбраться из пустыни. Но без их автомобилей это будет сложно сделать. Хорошо, что Илон уже что-то придумал. И хорошо, что у него в багажнике есть... Эээ... Ведро, мини-ракета, продукты. О, а картофель — отличная идея. Ведь один картофель стабильно может выдавать 0,5 вольта напряжения. Чтобы завести карбюратор на автомобиль Арнольда, понадобится около 13 вольт. Таким образом, с помощью 26 картошек, цинкового гвоздя и медной проволоки, мы должны завести автомобиль. Блин, пусковой ток слишком маленький. Для запуска двигателя нужно хрен сот тысяч картофельных батарей. Я бы посоветовал вам поторопиться. Солнце садится, а ночи в пустыне очень холодные. О, парни, отличный прикид. Я надеюсь, сегодня обойдемся без синих кристаллов. Так, что это тут у вас? Понял, что вы делаете. Если мы возьмем цинковые болты, гайки, монеты, губки, оксидкалия, медь, тормозные колодки, на которых есть графит, смешиваем их между собой и подключим их к автомобилю, то мы дадим заряд, как в обычном аккумуляторе. Парни все правильно сделали. Жаль, что мощности все равно мало для того, чтобы поехать. Торопитесь, времени все меньше. Арнольд, прекращай там рыться. А ну покажи, что это там у тебя? Магнит. Это же то, что нужно, Арнольд. Эй, Илон, сейчас не лучшее время для этого. А, ты для общего дела. В 1831 году Фарадей впервые провел похожий эксперимент. Для него нам нужна катушка, медная проволока и магнит. Погружаем магнит в катушку, намотанную медью. Закрываем ее. Внутри двигаем магнит, и в каждом матке меди образуется напряжение в одну сотую вольта. Но за счет большого количества витков все работает. Посмотрим, как это сработает у ребят. Только смотри аккуратно, палец. Хорошо, хоть выжили. А палец вырастет новый. А тут тусовка все продолжается. О-оу, увидимся в следующих сериях. Привет, Арнольд. Когда ты успел слинять на море? Хорошая попытка. А ради чего весь этот пляжный театр? А, это чтобы привлечь внимание Берты? А, это сработало? Она пригласила тебя к себе? Но хватит ли тебе денег на билет? У меня есть идея. Ты полетишь к Берте с суперэконом-классом. А в дорогу тебе вместо привычного планшета и подушки понадобится еда, вода и биотуалет. Не переживай. Ты не первый, кто так путешествует. Реджи Спирс за трое суток без денег добрался на другой континент и успел на день рождения дочери. Сейчас склады — это целые отдельные города со своими законами и правилами. Вероятность потери посылки снижается к минимуму. На конвейерах работают роботы, считывая специальные штрих-коды, и это снижает риск человеческой ошибки. В 2019 году в Китае был зарегистрирован мировой рекорд по доставке. За один день было доставлено 345 миллионов посылок. Самое страшное, что может случиться с посылкой — ее могут задержать на таможне в порту. Согласен. Испытание для человека, который внутри, не самое простое. Оказаться в замкнутом пространстве под палящим солнцем — сложное испытание. Арнольд осталось совсем чуть-чуть. А если быть точным — 23 дня, 17 часов и 45 минут. Человек в посылке — не самое удивительное. Так перевезли отделение банка, разобрав и отправив его в другой город. И это все было дешевле, чем строить новое. Welcome to Australia, Арнольд! Плюс путешествие посылкой — доставка курьером прямо на место встречи. Берта будет с минуты на минуту. Вау, вот это красотка! Блестящее появление! Такого она тебя точно не забудет! Знакомьтесь, это Гертруда. А это Арнольд. Этот поросенок немного умнее Арнольда. Нет, не потому что у нее встроенный чип нейролинк в мозге, а потому что она приехала сюда на автобусе. В отличие от нашего рыжего дурачка, который припарковал свою машину у мафиози за 50 долларов в час. На этой конференции Илон Маск покажет процесс установки продвинутого чипа уже в мозг этим милым обезьянкам, а в скором будущем и человеку. Арнольд, прекрати дразнить приматов ключами. Ну вот, молодец. Наигрался. Не понимаю, зачем такого идиота Илон позвал на свою конференцию. С научной точки зрения нейролинк довольно простое устройство. Это набор электродов, которые передают электрические импульсы нейронов мозга в компьютер. Но с технической точки зрения это все же сложное устройство. Представьте, что мозг — это клубок очень запутанных проводов, а вам нужно очень аккуратно подключиться рядом. При этом ничего там не повредит. Арнольд, беги. Время оплатить парковку. Скоро твою тачку заберет эвакуатор. Нужно скорее забрать ключи у шимпанзе. С такими ценами на парковку будешь питаться до конца месяца только китайской лапшой. Надевай костюм обезьяны, так у тебя больше шансов. Я знаю, что он плохо пахнет. Это всего на пять минут. Давай пробуй еще, у тебя получится. Эй, ребята, куда вы потащили Арнольда? Только я могу ставить над ним опыты. Илон, пожалуйста, пожалуйста, будь нежнее с ним. Блин, ну кому я кричу? Я же просто голос в голове этого кретина. Размер мозга Арнольда почти как у примата. И эта версия чипа подойдет ему как родная. Благодаря нейролинк Арнольд теперь может общаться с другими обладателями этого устройства силой мыслей по Wi-Fi. А также иметь огромную скорость взаимодействия с сетью интернет. Арнольд, давай напрягись. Ты точно сможешь это сделать. Скачай с интернета язык жестов обезьян. Даже не сомневался, что у тебя получится, но не думал, что это может затянуться на весь день. Я думал, ты настолько глупый, что тебе даже чип нейролинк не поможет. А ты просто забыл его включить. Собирайся назад. Мы едем на автобусе с Гертрудой. Твою тачку забрали в счет аренды парковки. За нее дали 600 баксов. Он собрал вещи, покормил рыбку и уже готов отправиться в секретное путешествие. Та-дам! Перед тобой Делориа нового поколения. Я сделал апгрейд Теслы, и теперь на ней можно отправиться не только в другой город, но и год. В 1986-й, например. Сработало! Мы на Чернобыльской АЭС. До катастрофы осталось несколько минут. Арнольд, лови камеру. Ты снимешь взрыв, а я выложу в Ютуб. Миллионов двадцать точно соберем. Хм, уже разрядилась. Поставь ее на зарядку. Это же европейская розетка, Балда. Тебе переходник нужен. А может, уже и нет. Арнольд, так это все из-за тебя. Неважно, надо быстро уматывать. В бардачке есть пауэрбанк. Подключи его к машине. Вот черт, для зарядки надо минимум шестьдесят секунд. Доставай защитный костюм. Просто посмотрев на местность, ты никогда не узнаешь, что находишься в радиационной зоне. Но на самом деле, излучение здесь космическое. Эээ, это не совсем то, что я ожидал. Может, ты с кем-то сумки перепутал? При радиации выше пятисот рентген у тебя мгновенно выпадают волосы и ногти. Кожа краснеет, а все имеющиеся заболевания обостряются. Но тебе повезло. Особой боли ты не почувствуешь, так как упадешь в кому через три, две, а уже упал. Все из-за того, что излучение здесь двадцать тысяч рентген в час. Этого даже техника не выдерживает, поэтому надо убираться отсюда. Батареи должно хватить, чтобы добраться в две тысячи двадцатый. Поехали! Вот это путешествие получилось. Арнольд, ты знаешь, что ты очень дебильно выглядишь. Надо бы показать тебя онкологу. Интересно, кто же унес твой защитный костюм? Арнольд, у меня плохие новости. Во всем мире свергли все правительственные режимы, и теперь каждая страна управляется диктатором. Да, с одной стороны, это хорошо. Никто не покинет свою страну и будет работать на ее благо. Но при таком режиме большая часть людей будет жить не в домах и жилых комплексах, а в тюрьмах и лагерях. Ведь законы страны будут весьма жестокими, а порой и даже очень странными. Можно забыть о благах цивилизации. Ведь внешнеэкономические отношения закроются, и страна будет работать сама на себя. А это значит, что если до этого не было, например, машиностроения, машин в стране не появятся. И все будут пользоваться, в лучшем случае, велосипедами. Я уже не говорю о том, что все социальные сети пропадут. Разговаривать друг с другом можно будет где-то в лесу с громко включенным радио, чтобы вас не услышали спецслужбы. А если тебе вдруг захочется банально подстричься, то нужно будет согласовывать даже прическу с местным руководством. Ведь есть ряд утвержденных образов. Самое страшное в мире, где будет сплошная диктатура, то, что каждая страна будет подозревать друг друга в потенциальной опасности. Тем самым все ресурсы государства будут направлены на снабжение и наращивание военной силы. И в один прекрасный момент кто-то не выдержит и нажмет на красную кнопку. Арнольд, ты спас весь мир! Кто мог подумать, что твой дальтонизм сможет спасти планету? Эй, ты где тачку взял? Арнольд, ты чуть птичку не убил! Придется тебе вызывать с дами такси. Повезло, что это был воробушек, а не орел. Мне кажется, или твой телефон вызывает все такси США в одно место. В этой стране около 230 тысяч людей зарегистрированы водителями такси, больше половины из которых — Uber. Все эти авто, выстроенные в ряд, создадут пробку длиной 800 километров. Треть штата Нью-Йорк будет парализована. На улицах становится трудно дышать из-за выхлопов, которые увеличились в два раза. Отчего у тебя появится кашель, тошнота и даже инсульт. На скорую надеяться не стоит ни тебе, ни еще трем тысячам пациентов, которые вызывают ее ежедневно. Земля им пухом. Можешь рискнуть и поехать в больницу на метро. Шесть миллионов человек, которые пользовались машинами, уже пересели в подземку. И сейчас там около 11 миллионов злых опаздывающих людей. Эй, это он создал пробку на дорогах. Преступники уже обокрали половину магазинов города, потому что полиция не может быстро реагировать на вызовы. Тебе лучше вообще убраться из страны. В любом самолете из Нью-Йорка для тебя найдется местечко. Люди не могут добраться до аэропорта, и самолеты улетают наполовину пустыми. От этого компании теряют больше 10 тысяч долларов за один полет. Арнольд, ты всегда платишь свои долги. Все таксисты потратили около 15 миллионов долларов на бензин. Чтобы только приехать на место вызова, как будешь расплачиваться? У тебя там что, и вправду деньги есть? Эй, Арнольд, ты даже работу доставщика пиццы потерял. А представляешь, если бы у тебя было две головы? Ты был бы популярен. Твоя жизнь была бы интересной, и ты был бы умнее. На велосипеде бы наконец-то научился нормально ездить. Смотри, это же тот парень с вывески. И директор цирка. О боже, этот лев что, проглотил двухголового целиком? Нет, кажется, головы остались целыми. Что же теперь будет? Неужели главное шоу сезона не состоится? Кажется, управляющий заметил тебя и хочет взять в труппу. Если ты согласишься, чтобы тебе пришили эти две свежеобразовавшиеся головы. Разве это не то, о чем ты мечтал? О, ну раз ты согласен, думаю, тебе стоит узнать побольше о предстоящей операции. Впервые удалось пересадить голову одной собаки на тело другой, Чарльзу Гатри, в 1908 году. Вторая голова была пришита к шее целой собаки и перевернута челюстью вверх. В 1950 году Демихов добился полного функционирования второй головы и пересадил 20 голов с передними половинами собак. А затем была обезьяна, которая после операции даже пыталась укусить одного из врачей. В 2013 году Серджо Канаверо объявил о планах пересадки человеческой головы. Оценочная стоимость — 12 миллионов 800 тысяч долларов. В 2017 под его руководством трансплантировали мертвую человеческую голову на труп. А тебе идет! Теперь пора репетировать ваш номер. Надеюсь, ты не облажаешься и не опозоришь эти прекрасные головы. Тебе нужно будет джонглировать, пока ты едешь на одноколесном велосипеде с трамплина через горячие обручи. Кажется, им не нравится, что ты такой бестолковый. Постарайся не мешать профессионалам управлять твоим телом. Все, что от тебя требуется, это не испортить номер. Звездный час настал! Грандиозная премьера! Все взгляды устремлены на вас. Сегодня вы главный номер в шоу. Ни пуха, ни пера, Арнольд. Ты отлично справляешься. Еще чуть-чуть и... Это что, Дагая пришла на тебя посмотреть? Нет, нет, не отвлекайся. Не отвлекайся, только не сейчас. Вот дурак. Ты опозорила себя и братьев Труль. Нашелся, джентльмен. Это был величайший провал, который видела эта сцена. Пссс, Арнольд. Арнольд, проснись. Сейчас он проведет прямой эфир на своем Ютуб-канале. Боже, просто нажми кнопку «Начать трансляцию». Получилось. Передавает меня всем привет. Эй, ты куда побежал? А, понятно. Ты хоть трансляцию выключил? Это конец. Подожди-ка. Людям нравится. Посмотри, что происходит с каналом. Арнольд, кажется, мы нашли идеальный контент, который готовы смотреть миллионы. По подпискам ты обходишь Эминема, Бьюди Пая, Ти Сириас. Это невероятно. Твой голос звучит со всех экранов мира. А это значит, что мы богаты. Все самые крутые бренды плюхнули на тебя волну рекламных предложений. Знаменитости выстраиваются в очередь, чтобы снять с тобой коллаборацию. Да что эти звезды, Лолита, подписалась на тебя в Инстаграм. Еще бы, всего пару часов назад на iTunes вышел твой сольный альбом, который уже перегнал Эда Широна и Билли Айлиш. Арнольд, сейчас, возможно, самый важный момент твоей жизни. Тебе доверили исполнить новогоднюю песню накануне Рождества. Похоже, ты надорвал связки. Смотри, это же актеры из канала Ти Сириас. Люблю этот индийский мотивчик. Джимми, Джимми, Ача, Ача. Джимми, Джимми, Ача, Ача. Что здесь происходит? Арнольд Звезда, вы видели его канал? Как такое возможно? Это все Ти Сириас. Арнольд, я не пойму, ты разве еще не привык к тому, что жизнь несправедлива и что в мире есть мало людей, а точнее никого, кому бы ты был нужен? Хотя потерять в один день больше ста миллионов подписчиков – это даже для меня жестоко. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok